Папа работает на железной дороге, на товарной, Одесса товарная. Он был главный кондуктор, вот, еще, у него где-то больше 40 лет он там проработал. И, естественно, они получают и хлеб по карточкам, и каждому 400 грамм хлеба. Хлеб, наверное, чернее, чем вот этот телефон сейчас. Еще вы его делали, я не знаю. Ну, такой кислятина какая-то, из него можно было любить, что хотите. Я туда приходил, отрезали там какой-то квадратик, и давали нам это вот, кусок хлеба, потом еще кусочек, потом еще кусочек, еще такой кусочек, и такой треугольничек, и такое вот, и там целая пирамидка строились, эти кусочки хлеба. Я не знаю, почему так говорили. И я когда шел обратно, это мост Новикова, Кацебу, Строгановский мост, да, вот это я проходил, тогда была булыжная мостовая еще. Подходил мальчик и просил хлеба, там беспризорных по рту, под причалами, как они там жили, я не знаю, под причалами жили, беспризорные дети. Какие-то брошенные, я не знаю какие. Это сразу после военный год, 47-й год. Я давал там мальчикам кусочки эти, потому что они могли там с нож вытащить и забрать, чтобы пацан 9 лет, что-то великий пурец сошел. И еще в месяц давали 10 килограмм муки, такая сероватого цвета. То есть могли делать что-то там, коржи какие-то, какие-то блинчики, шминчики и так далее. Вот, с продуктами было очень сложно, голод, да, а Советский Союз, какую-то страну, я не знаю какую, потому что я 9 лет, я не знал. По Деволановскому спуску идет одна за другой тяжелые грузовики мощные, видно немецкие, наверное, скорее трофейные. И полные вот так вот горой насыпаны вот такие вот одна в одну картошки. Вот такие вот, одна в одну. Какую-то страну вывозили, на корабле, целый корабль. Представляете, сколько это надо было картошки отдать. Что мы делаем? Мы делаем крючки, типа вот этого, только толще проволока. Тут ручка, и крючок идет, вот такой сантиметровый, я знаю, 20. И мы стоим с этими крючками, крючков не видно. Ну, стоят пацаны, а тут водитель этот проезжает по правой стороне. Только кабина поравнялась, мы только хлоп, этот крючок вынимается, и бах, и у тебя на крючке две картошки. Следующая машина, еще две картошки, и все это домой. А дед мой попал в Голодомор. Четыре года он воевал в Первую мировую войну артиллеристом. И у него бабушка мне дала Георгиевский крест в четвертой степени, это серебряный. Он потом в бригаде Котовского возглавлял батарею, я не знаю, сколько там, три пушки было у него или сколько. И он воевал за красную советскую власть, за рабочих крестьян. Я его никогда не видел в жизни, что он в 1932-1933 год умер с голоду. Это советская власть, действительность ее. Все дефицит, вечные очереди. Я все, все детство, юность, я в вечной очереди простоял. Вечно у всех были в запасе крупы, шмопы, вот это все, которое можно было хранить. Обязательно. Спички, соль. Вечно у кого-то там где-то все это находилось. Обязательно. Это все дефицит. Плохо мы расспрашивали. Батя мне говорил, никогда не говори что-то плохое от правительства или о Сталине, или что-то, потому что нас всех пометут и тебя в детдом заберут. Понимаешь? Запуганное все было. В голодоморе нельзя было говорить. Говорить нельзя, срок дали. И мама моя родная, я ее похоронил и так далее, 84 года ей было. Вот если бы это все расспросить вот сейчас, и батя тоже, многое. Он говорит, просто нельзя было говорить даже. Вы представляете, насколько запуган был народ?